Перевод выполнен при поддержке переводческой компании Аватера. Я Кайот Питерсон, а это Оцелот. Привет! Ах! Боже, укусил прямо за лицо! Как известно, ночь — время для необычных и пугающих существ. Чтобы за ними понаблюдать, мы вышли на ночную прогулку по полуострову Осо, региону Коста-Рики, с очень разнообразной фауной. Ого! Да это же настоящий Оцелот! Прямо у моих ног! Обалдеть! Это так круто! Далее вы увидите, как мне повезло, что со мной хотели просто поиграть, а не сделать меня очередным пунктом меню в ресторане «Ночные джунгли». Так, давайте я вам расскажу, что у нас происходит. Мы снимали ночью в поисках различных рептилий и амфибий. Я шел по тропе, затем остановился, заметив в свете фонаря этого гигантского паука-волка. И неожиданно из темноты... И вдруг, мимо меня проносится Оцелот. Интересно, смогу ее позвать? Ей понравилась моя паука. Подождем. А вот и она. Видел? Сейчас сюда подойдет. А! А! За руку кусает! Иди сюда. Вот она! А кто это тут у нас? А это Оцелот. Ого! Намного тяжелее, чем кажется. Так, постой тут, пока мы снимаем. Можешь поиграть с палкой. Она будет с нами все время съемок. Хоть это и дикая кошка, она не боится людей. Когда мы выходили на тропу ночью, нас предупредили, что мы можем столкнуться с обитающим на ней Оцелотом. Так, может у нас что-то еще есть для тебя? Посмотрим в рюкзаке. Наверняка будет что-то, что ей понравится. Ох, а вот и мы. Только снял рюкзак, и она у меня на спине. Похоже, рюкзака хватит. Посмотрите. Дерешься с рюкзаком? Дерешься? А? Бери. Бери. Посмотрите на ее окрас. Эта кошка может легко раствориться в окружающей среде. Необычный рисунок позволяет ей оставаться незамеченной в тени и на фоне всей этой растительности. Иди-ка сюда ко мне. Дай я просто подержу тебя. Ррррр, хоть ты меня и пытаешься укусить или поцарапать? Лапой по лицу. Прямо в лицо. А если я животик почешу? Да, кто тут такой разговорчивый? Видите ее морду? Ох, какая же. Она похожа на обычную кошку, только побольше. И она весит явно больше 10 килограмм. Ох, я же вижу. А? Да, я понял. Да. О, кусает меня за ухо. Ау. Ты меня поцеловала или укусила? Ох, какой же миленький пирожочек. С яремной веной поаккуратней. Взрослые оцелоты смертельно опасны. Кто бы ни обитал в тропических лесах Коста-Рики, практически все могут стать добычей этой кошки. Всего-то разгоняется, прыгает, вонзает когти, а затем укукившие и обед готов. Ух, с ума сойти, меня чмокнул оцелот. Эй, ты где? Вот она. Какой прыжок. Оу, Марио. Заметил оператора. И нашел микрофон. Нет, нет, нет. Кажется, нам нужен новый микрофон. Не нам, а для оцелота. Я знал, что однажды это случится. Я ожидал встретить жутких и ползучих гадов, а не... Ох, а не оцелота. Эй, ты прямо как десантник. Ты что, морской котик? Она прыгает с бревна на бревно. Иди сюда. И буквально перепрыгивает через бревно. Ой, ай. Она говорит, отпусти меня. Койот, все нормально? Пожалуй, это самое необычное, что мне приходилось делать в своей жизни. А, схватило меня. Вот, видите, что она делает? Она хочет вцепиться мне в шею. Надеюсь, она не сильно укусит. Ох, я, пожалуй, зажмурю, чтобы она мне когтем в глаз не попала. Это было бы неприятно. Ах ты какая. Поясни для всех нас, это же не прирученный зверь. Нет, это абсолютно на 100% дикий оцелот. И я категорически не рекомендую вам так приближаться к дикому оцелоту, потому что далеко не факт, что он захочет просто поиграть с вами и не ранит вас. Похоже, я ей понравился. Ты самое очаровательное существо, которое я когда-либо встречал. Ты оставила мне свой номерок на шляпе. Это же еще котенок? Это котенок, да. Ей всего несколько месяцев, я думаю. Но посмотрите на ее лапы. Иди сюда, покажи свои лапы. Видите, какие? Да, я понял. Ты хочешь ударить еще раз по лицу. Именно лапы позволяют оцелоту так хорошо лазать по тропическим деревьям. Она у меня за спиной? Да, может напрыгнуть. Думаю, она набрасывается, когда я делаю вот так. Они и так охотятся. Сначала медленно подкрадываются, видят движение. Ау. И затем набрасываются. Лапа во рту. Они целятся в шею. В нашем случае цель моя голова. А, блин, она меня за глаз укусила. А затем они приступают к трапезе. Ауч. О, лижет мне ухо. Странные ощущения. Мне еще никогда оцелот не лизал ухо. Такое впервые. А, да, она на мне тренируется. Кажется, она хочет цепиться мне в затылок. Надеюсь, она меня не прикончит тут. Ау, ау, ау. Ааа. Ау. Эй. Ты такая... Я вижу тебя. Такая игрулька. Если бы я был ее братом-оцелотом, мы бы играли с ней точно так же. Вообще, когти и кулыки у нее очень острые. Я уже весь в укусах и царапинах. Но в целом, ничего страшного. Не такая большая жертва ради встречи с таким крутым обитателем джунглей. Я Койот Питерсон. Будьте смелыми. Оставайтесь дикими. До встречи на следующих приключениях. Я понимаю, сложно поверить, что Койот Питерсон играл с диким оцелотом. Но поверьте, это чистая правда. Почти три часа эта любопытная кошка шла за нами через джунгли, а мы наблюдали за ней в естественной среде обитания. О такой встрече с диким животным можно только мечтать. И я понимаю, как мне повезло повстречать эту поистине особенную кошку. Друзья, если вам понравился данный эпизод, то не забудьте подписаться на канал Хьюма Раша и включить колокольчик, чтобы не пропускать новых приключений с Койотом Питерсоном.